Дорогие друзья, всем привет! На нашем канале специальный выпуск. Мы находимся на станции Царицыно Московского метрополитена. Вы все прекрасно знаете, что участок Замоскворецкой линии от станции Орехово до станции Автозаводская закрыт 12 ноября 2022 года. Для производства основных работ по модернизации и замене, грубо говоря, туннеля на перегоне Царицыно-Кантемировское. В настоящий момент поезда на Замоскворецкой линии ходят от станции Ховрина до станции Автозаводская. И на втором участке от станции Алматинская до станции Орехово. Люди спрашивают, а почему закрыли так много станций, если ремонтируют всего лишь один перегон? Объясняю. Именно на станциях Автозаводская и на станциях Орехово есть возможность развернуть подвижной состав. То есть приехал на один путь и чтобы он после разворота поехал по другому пути. На других станциях, такие как, например, Технопарк, Коломенская, Каширская, такой возможности нет. Именно поэтому закрыли большой участок. Но если вы думаете, что работы ведутся только на перегоне Царицыно-Кантемировское, вы ошибаетесь. На самом деле строители, работники время зря не теряют и используют закрытые станции для других работ. Например, где-то поменять плитку, где-то еще какие-то работы сделать. Логично. Сейчас мы с вами переходим в туннель на перегон Царицыно-Кантемировское и посмотрим, как же там на самом деле меняют туннель. Это вообще невероятно. Пойдем. Вооружились касками, фонариком и сейчас пойдем в туннель. Но я решил все-таки идти в тот туннель вместо этого. Там потому что сейчас слишком пыльно. В любом случае ремонт идет по обоим путям. Поэтому мы пойдем по второму пути и посмотрим. Включаем оборудование. Раз, два, три. Все. Заходим. Ну, видно, что по рельсам давным-давно уже не ездили поезда. На полу много бетона. Контактный рельс, конечно же, обесточен. И пока что, в принципе, если мы посмотрим, особых отличий не видно здесь. Потому что здесь еще не само место производства работ. Даже если мы сейчас развернемся на 180 градусов, покажи, пожалуйста. Светофор входной работает. Желтый, зеленый. Второй путь. 352-й светофор. Но мы идем дальше. И я уже отсюда вижу, возможно, вам-то еще не видно, что туннель перекрыт кирпичной перегородкой. И сейчас мы посмотрим, что же там происходит. Кстати, вы столько представьте, сколько реально здесь работает людей, рабочих, сварщиков, монтажников, инженеров, строителей, в конце концов. И тех, кого мы не видим, может быть, какие-то менеджеры или, например, финансовый директор. Кстати, если вы хотите освоить профессию финансового директора, вы можете воспользоваться услугами наших друзей Академии Эдисон. Зарплата финансового директора от 120 тысяч рублей. Сам курс обучения состоит из 14 бизнес-кейсов. И таким образом вы сможете постигать не только теоретические знания, но и все это отрабатывать на практике. Содержит 159 уроков. Преподаватели – это профессионалы из большой четверки. То есть, сами понимаете. И в конце обучения вы получаете сертификат и помощь в трудоустройстве. Специалисты Академии Эдисон помогут вам составить грамотное резюме, чтобы вы с легкостью смогли себе найти работу. Переходите по ссылке в описании или вот по этому QR-коду. До конца января действует скидка по промокоду МЕТРО 60%. А если вы смотрите это видео после января 2023 года, будет скидка по промокоду МЕТРО 55%. Кстати, чем глубже мы уходим в туннель, к месту производства работ, тем больше уже отсутствует каких-то деталей. Вот посмотрите, здесь, например, сняли контактный рельс. Если вот на станции, при подъезде к станции он есть, то здесь уже его нету. Ну и, конечно же, все больше и больше видны какие-то признаки производства работ, масштабных работ. Сам участок перегона Царицыно-Кантемировской был открыт в декабре 1984 года, то есть почти 30 лет назад. Ну и, конечно же, в то время при строительстве не было таких современных технических решений, что касается гидроизоляции туннеля. А сам туннель-то проходит в довольно-таки неблагоприятных подземных условиях. Здесь очень водонасыщенные грунты. Ну и, конечно же, пришло время, старость, сами понимаете, берет свое, просто поменять, обновить, модернизировать этот участок, который проходит в водонасыщенных грунтах. По сути, мне сказали, здесь просто поменяют туннель, поставят новый, с более современными техническими решениями. Но если учитывать, что сама глубина залегания туннеля довольно-таки невелика, всего лишь 15-20 метров, если я не ошибаюсь, если сожжаюсь в комментарии. Для строителей, ну, наверное, повезло, можно так сказать, что они могут менять и усиливать этот туннель не только под землей, но и снаружи. И работы ведутся не только здесь, в туннеле, но и там наверху. И мы сегодня посмотрим и то, и другое. Сейчас я обгоняю оператора, и мы идем уже непосредственно в место производства работ. И рельсы здесь уже заканчиваются. Все. Здесь работают насосы, вода откачивается, и мы потихонечку сейчас пойдем. Дорогие друзья, дорогие зрители, здесь раньше, ну, не так давно ходили поезда, сейчас здесь вот такая вот кирпичная перегородка, где происходят самые главные работы по замене туннеля. Здравствуйте. И сейчас мы с вами туда пройдем и посмотрим, как это происходит. Вы не представляете, насколько мне интересно. Ну, и вам, я думаю, тоже. Так, дорогие друзья, мы прошли в место производства работ. Я прекрасно понимаю, что, возможно, вы меня сейчас очень плохо слышите, потому что здесь очень шумно. Значит, туннель сейчас, ну, я так понимаю, укреплен вот такими вот деревянными конструкциями. И готов уже, ну, вернее, он подготавливается к изъятию, по сути, к изъятию. Здесь чугунные тюбинги. Посмотрите, пожалуйста, видно, да? Да, это старые тюбинги. Вот видно по цвету. Идем потихонечку в ту сторону. Давай я эти обгоню. Мы сейчас побеседовали со строителем. Он говорит, ну, как я и говорил, вот эти все тюбинги старого туннеля будут извлекаться. Вот эти вот строения деревянные – это усиление. Перед тем, как его извлекать. Я понимаю, чтобы цельно прямо извлечь. Это насос работал, кстати. Шпалы старые лежат. И здесь вы можете наблюдать непосредственно уже... Невероятно просто. И здесь раньше ходили поезда. Такая куча грунта капает с потолка. Нам надо как-то аккуратно пройти. Давай проходим. Ну, ничего страшного. Ребят, обязательно комментарий, лайк. Где мы побывали? Смотрите, здесь убрали путь. Рельсы, соответственно. И сейчас, вот вы видите, работает сварщик. Покажи. Наваривают на тюбинги вот такие вот толстые металлические листы. Вот они здесь повсюду. Для чего? Объясняю. Туда, под них будут закачивать специальную гидроизоляционную смесь. Ну, типа бетона. Чтобы гидроизолировать этот участок. То место, где мы прошли до этого, где вот эти вот деревянные конструкции были, его будут вообще полностью менять. Это как бы вторая... Мы сейчас находимся во второй зоне. Там дальше за стеной еще третья зона. Сейчас идем туда, посмотрим, что там происходит. Пойдем. Обратите внимание, дорогие друзья. Смотрите. Здесь уже начинается старый путь. Вот он залит бетоном. Шпалы. Но рельс уже нету. А здесь, как я и говорил, уже наварены листы. Ну, если я правильно понял, то то, что мы прошли, и есть самое проблемное место, которое будут менять. Здесь уже дальше. Все в порядке. Сейчас пройдем, посмотрим, конечно. Ну, учитывая, что здесь путь старый, здесь уже работы никакие не будут производиться. Значит, это работают машины, я так понимаю, по закачке бетона. Ну, гидроизоляционной смеси. Сейчас возвращаемся обратно и перейдем в другой туннель, в соседний, по первому пути. Так, смотрите, дорогие друзья, мы вышли со второго пути ремонтируемого участка. Сейчас перейдем на первый путь, там посмотрим, что происходит. Здесь переход между двумя путями. Здравствуйте. Теперь мы по первому пути. Вон там, за моей спиной станции. Оператор, приблизьте, пожалуйста. И вы видите, что в туннеле мелкого заложения тоже ведутся работы. Здесь непосредственно происходит модернизация туннеля. То есть, ну, может быть, соскребают старый бетон, делают гидроизоляцию по стыкам бетонных плит. В отличие от второго пути, там такого сейчас мы не видели, возможно, чуть позже будут делать. Но если мы развернемся на 180 градусов, увидим точно такую же деревянную, кирпичную перегородку, которая и ведет непосредственно в основное место производства работ. Так, заходим на первый путь через перегородку кирпичную. Так, значит, смотрите, мне объяснили сейчас строители. Мы сейчас идем по участку, который еще раньше, до момента закрытия, ну, какой год, я не знаю, там, 13-14, был гидроизолирован. И здесь вы видите не тюбинки, а закрытые тюбинки металлическими листами. И точно так же, как и по второму пути, вот такие вот деревянные усилители. Именно этот участок с деревянными усилителями будут изымать, точно так же, как и по второму пути, и менять на другой туннель, по сути говоря. Что там дальше? Ну, примерно та же самая картина, сейчас посмотрим. Я тебя обгоняю, пошли. Я так понимаю, что этот участок туннеля вот используется непосредственно как, ну, для мусора, короче говоря. Потом его вскроют и просто этот мусор извлекут отсюда, наверное, вместе с этим туннелем. И еще одна кирпичная перегородка впереди нас. Это, получается, уже вторая по первому пути. Где тоже ведутся работы. Сейчас посмотрим, что здесь. А, ну, здесь то же самое, что и по второму. Получается, один участок будут полностью извлекать туннель, да? Да. А второй просто гидроизоляция. Это полностью будет метроизоляция, полностью. А там вот, где деревянные усиления стоят, там что? А там будет снимать. Ну, извлекать туннель, понятно. Мы отошли от места производства работ примерно на 150-200 метров, что здесь потише. Это рабочий туннель. Сейчас в нем, конечно, поезда не ездят. Но светофор, правда, погашенный. Рельсы, контактный рельс. Здесь все в порядке. Работа производится там, где мы сейчас прошли. Для жителей микрорайонов, которые вошли в состав закрытого участка, обеспечены московским транспортом компенсационные маршруты автобусы КМ, которые ходят с интервалом 1-2 минуты. Понятно, что не так быстро вы сейчас добираетесь по своим делам на работу, на учебу, чем это было бы на метро. Но я надеюсь, теперь вы понимаете, что после того, что вы увидели, работы ведутся круглосуточно. Нужно просто немножко потерпеть, ребят. Все будет хорошо. Дорогие друзья, мы выбрались на поверхность. И вот за этим забором проходит работа уже непосредственно на поверхности в районе участка, который модернизирует. Плакатик, калитка. Заходим. Здравствуйте. Спасибо большое. Здесь мы посмотрим, ладно? Давайте. Что интересного здесь посмотреть можно? Видно там туннель, что-нибудь такое? Нет, здесь пока еще ничего нет. Вскрытия пока еще никакого нет. Не было еще вскрытия? Пока еще. Начинаем возработку, да. То есть туннель ниже? Туннель будет ниже, да, на метр шесть. Сколько здесь глубина заложения? Сколько глубина заложения туннеля? В общем, все основания где-то, наверное, 50 метров глубина. А это они в туннель, да, пускают, что ли? В туннель пускают? Ну да, там между двух туннелей. Мы находимся сейчас в эпицентре строительства участка Царицыно-Кантемировской, только уже не под землей, а над землей. Здесь тоже ведутся работы. Если оператор сейчас вам покажет панораму, покрутитесь, пожалуйста, вокруг своей оси, увидите, сколько здесь работает людей, сколько техники. Работы кипят круглосуточно, как я и говорил. И, к сожалению, на данный момент, сейчас мы вам просто физически не можем показать туннель с поверхности земли, ну, который готовится к извлечению, потому что его еще пока что, грубо говоря, не откопали. Он пока что готовится к извлечению. Поэтому самое главное, вы увидели, что работы кипят полным ходом под землей и над землей, все готовится, и совсем скоро вы, пассажиры замоскворецкой линии, сможете пользоваться метрополитеном, как и раньше, только будете ездить уже по новому, современному, безопасному, самое главное, участку туннеля. Счастливо вам! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok